Дорогие друзья, предлагаем вам сегодня вместе с нашей съемочной группой программы «Путь» отправиться в Холмогорский район. Дело в том, что в эти святые пасхальные дни, в дни, когда мы отмечаем Великую Победу и память великомученика Георгия Победоносца, в этом районе произошло знаменательное событие. Дети, школьники 4-го Б-класса Холмогорской средней школы объявили акцию и выразили инициативу по сбору средств детям и защитникам Донбасса. И эту инициативу поддержал весь район, объединившись в одном добром деле. Мы решили воочию увидеть и познакомиться с этими детьми. Но прежде чем мы отправимся в Холмогорский район, зайдем в храм Александра Невского. Дело в том, что несколько месяцев тому назад прихожане этого храма собирали гуманитарную помощь для жителей Донбасса и Луганска. А еще раньше отсюда были отправлены колокола. Семь колоколов были отлиты на средства православной благотворительницы из Канады Аиды Елизаветы Айропетовой. И с 2014 года ожидали здесь отправки в Луганск. Знаменательно, что в их доставке в Луганский храм в честь великомученика Пантелеимона принял участие известный антифашист из Соединенных Штатов Америки, ныне гражданин ДНР, Рассел Бетли, ведущий информационной программы «Техас-Донбассе». Таким образом, духовно объединились православные Донбасса, России, Канады и США. Для нас Донецкая и Луганская народная республика – это символ сопротивления явному злу, лжи, неправде, современному фашизму. Ну и слава Богу, способность помогать и желание помочь людям, когда им тяжело и трудно, у нас не иссякло. И наши люди все-таки отличались всегда способностью к милосердию. Батюшка, а существует ведь духовный закон, когда мы помогаем другим, то добро возвращается к нам? Ну, разумеется. Все, кто занимаются милосердным служением или хотя бы пробовали это, конечно, знают, что так и будет. Главное – это радость в духе, в сердце. Это евангельская радость. Люди это понимают. И дай Бог, чтобы как можно больше людей разделяли, были причастниками евангельской радости. И вот мы по дороге в Холмогоры, туда, где, словно добрую эстафету от храма Александра Невского, восприняли жители Холмогорского района. Но сейчас бы мне хотелось рассказать о нашем пилоте, замечательном человеке Ольге Крыгиной. Благодаря Ольге Крыгиной в Архангельске, а теперь и в Архангельской области, началось движение помощи жителям Донбасса. Ольга родилась в Донецке и уже давно живет в России, но с самого начала войны помогает Донецку и Луганску. С ее помощью уже не один гуманитарный груз прибыл на Донбасс для мирного населения и армии республики. Вы много лет занимаетесь организацией гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сами активно принимаете участие в доставке ее. Скажите, пожалуйста, Ольга, что для вас самое главное в этом деле? Основное, конечно, я не хочу, чтобы война пришла на нашу землю, на землю России. Потому что в 2013 году, когда раскачивали ситуацию на Украине, я наблюдала и мне казалось, что что-то закончится каким-то переворотом, но ни в коем случае не какими-то военными действиями. Но война буквально за считанные часы вошла в мирные города Донбасса. Для меня самое главное, чтобы сейчас не раскачивали ситуацию и внутри страны, потому что много сейчас разных движений и диалоги пытаются принести к нам. Я всегда ставлю знак равенства между Майданом. Все начиналось с благих девизов, геть коррупцию, геть власть, а потом все кончилось убийствами, кровью, кровавой Одессой. И войной на Донбассе. Ольга, беспокоит тот факт, что все чаще можно слышать, что те события, которые произошли на Украине, возможно и в нашей России, не дай бог, конечно. Вот на ваш взгляд, что мы должны предпринять, чтобы они не произошли? И как вообще действовать в ситуации, если не дай бог случится нечто подобное? Учитывая тот опыт, который был на Донбассе, хотелось бы, конечно, чтобы мои друзья, мои соратники, вообще жители России, сохраняли, конечно, трезвость духа. А самое главное, конечно, трезвость ума, чтобы не поддавались на провокации, чтобы люди были готовы, не дай бог, конечно, не дай бог, оказать первую помощь ближним. Это касается, опять же, медицины. И вот мы в Холмогорах, на встрече с учениками 4-го Б-класса Холмогорской средней школы имени Ломоносова. По чьей инициативе началась акция «Поможем защитникам и детям Донбасса». Дети нашего класса, 4-го Б-класса Холмогорской средней школы, посмотрели по телевизору репортаж о детях Донбасса. И у них возникла идея помочь этим детям. Они обратились за помощью к родителям. Мы же, в свою очередь, обратились в общественную организацию «Боевое братство» к Стефанишиной и Лене Степановне, которая поддержала эту идею. И мы начали сбор подарков детям Донбасса. Я тоже это видео увидел, и мне стало так жалко, что я даже прослезился. И мы собрали все школьные принадлежности для детей Донбасса. Эта акция называется «Помочь детям Донбасса». Мы собрали тетрадки, ручки, альбомы. Я вот тоже вот видела репортаж из новостей. Там мне тоже детей очень стало жалко. Они вот... Вот у нас здесь все спокойно, никто не бомбит. А там война идет, можно сказать, каждая секунда для них может стать самой последней. И вот мне вот очень хотелось, чтобы мы собрали очень много для них канцелярии и всего, что им пригодится для учебы. Мы с нашим классом тоже присоединились к акции «Помоги детям Донбасса». Мы тоже собирали школьные принадлежности, ручки, карандаши, пеналы, чтобы помочь им как-то, чтобы им легче стало учиться, чтобы они тоже что-то умели делать. Я благодарна, конечно, и родителям, и детям за их такое доброе отношение. Но нам, учителям, наверное, стоит порадоваться за то, что наши ученики таки нас поддерживают в том, что мы готовы со всеми вместе дружить и жить в мире. Акция «Помощи жителям Донбасса» проходит при поддержке администрации Холмогорского района, местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевого братства. Участвуют в ней прихожане Холмогорских храмов, дома культуры, исправительные колонии и все школы района. Наша следующая встреча проходит в Матегорской средней школе. Здесь решено провести видеоконференцию по скайпу между Матегорской школой и Донецкими детьми из школы номер 21 поселка Октябрьский. Меня зовут Галина Леонидовна. Вы меня слышите? Да, да. Нам очень приятно, что мы вас видим. Очень приятно с вами общаться. Интересно, какой класс, ребята? Мы так рады вас видеть. Из какого класса дети? Мой, это четвертый класс. Очень приятно. Как у вас настроение, ребята? Как настроение? Следующая наша встреча в школе поселка Бринаволок, на которой Ольга Крыгина рассказала ребятам о том, что происходило и происходит сейчас в ее родном городе Донецке. Ребенок Донбасса. Мой мир – подвал бессолнечных лучей. Я больше не играю с другом в мячик. И даже не боюсь уже ночей, когда бомбят и только мама плачет. Мои игрушки – гильзы с блокпостов. А вместо сладостей я рад простому хлебу. Война не выбирает возрастов. Сказал мне, папа отправляется к небу. Город жил мирной жизнью. Дети ходили в школу. Это еще апрель-май месяц был. Все было абсолютно спокойно. Никто не думал, что может случиться беда. Мою школу, где я училась, моя сестра училась, я училась. 57-я разбомбили 1 октября 2014 года. Потому что в сентябре учеба не началась в 2014 году. Потому что все-таки надеялись, что дети пойдут учиться. Но может быть чуть-чуть попозже. 1 октября открылись школы в Донецке. И 1 октября из минометов обстреляли в нашу школу. Ваша частичка внимания, доброты, она вам вернется. И вернется просто с огромными процентами. Потому что то, что получите большое тепло, большую отдачу от тех детей, которые на той стороне, это очень дорого стоит. Школьный музей Бринноволодской школы пополнился благодарственной грамотой от имени защитников Донбасса и уникальными изданиями. Газетой «Донецкое время» и репринтом газеты «Правда» от 9 мая 1945 года. Связь по Скаяпу с Донецком по техническим причинам не состоялась. Но по телефону учителя Донецка и Бринноволодской школы все же смогли обстоятельно поговорить и обсудить совместные планы на будущее. Итак, наша поездка в Холмогорский район подошла к завершению. Прежде всего, я очень рада, что дети смогли пообщаться с детьми, с учителями Донецка. Дети передали почти полный багажник канцелярских принадлежностей еще с прошлой поездки к канцелярске принадлежности. Поэтому сейчас мы это все аккуратно сложим и отправим их сверстникам на Донецк. Дорогие друзья, в завершении нашей программы хотелось бы сказать вот о чем. И, наверное, многие со мной согласятся, что именно милосердие и сострадание и делают наш народ народом за большую букву, народом непобедимым. Быть может, и это то самое главное, за что своей милостью Господь покрывает нас, дарует мирную жизнь и благоденствие, и прощает множество наших грехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова